Мгновенный перехват и мощная подача мяч летит через все поле. Работа Шведа и Зубкова. Этот баскетбольный дуэт медленно, но верно покоряет сердца химкинских болельщиков. Матч с зеленой гурой наши баскетболисты вели не просто достойно. Каждый забитый мяч как доказательство, что мы можем одерживать сокрушительные победы. Несмотря на тяжелый сезон в Евролиге, в лиге ВТБ химки сейчас в тройке лидеров. Для зеленой гуры вчерашний матч уже ничего не решал. Они доигрывали свой сезон. Итоговый счет 180 в пользу желто-синих. Победу баскетбольному клубу принесла и дублирующая команда химок. В единой молодежной лиге ВТБ наши парни стали чемпионами. Наградили игроков во время вчерашнего матча. С победой команду поздравили генеральный директор БК химки Павел Астахов, директор единой лиги ВТБ Илона Корстин и председатель совета депутатов химок Александр Дринов. В финале химки-2 обошли принципиального соперника ЦСКА юниор. Московская команда чемпион прошлого сезона не смогла устоять против уверенной защиты и мощного нападения химчан. Наставник команды Александр Герасимов получил звание лучший тренер сезона. Самым ценным игроком финала стал Илья Сорокин. И стратегия, так как они не справились с нашей формой защиты и, конечно же, настрой ребят, которые очень хотели победить. Это было видно, что наши парни хотели больше. Я в своей жизни первый раз взял МВП, конечно. Это очень приятно. Это показывает, как ты работал всю свою жизнь, чтобы достичь вот такого. Это очень приятно, с чем-то. Команда химки-2 завершила сезон, но продолжает тренировки и готовится к следующему. Сейчас фанаты желто-синих еще смогут увидеть игры основной команды. Следующая домашняя схватка БК химки с Енисеем 24 апреля. Алена Беляева, Дмитрий Бочаров, Служба новостей.